Радио 54 Мне кажется, что такого давно, во-первых, в городе не было, потому что последний театр-то... Первый театр-то, первый театр, да, 10 лет назад. И даже как-то шутили, что каждые 10 лет открывается новый театр-эскурс. И место-то у нас такое небольшое, уютное такое, камерное, и мне кажется, что тоже такого в городе нет. И то, что у нас не только какие-то спектакли, какие-то спектакли, но еще и другие проекты есть, и мы пытаемся и для детей что-то сделать, и для взрослых. Ну, что все они непосредственно связаны с театром, но они довольно-таки разные, и для разного зрителя, и для детей сейчас у нас есть проект. То есть также с ребятами, с особенностями. И вот мы сейчас... У нас два спектакля, да, наши резиденты делают, да. Мы идем каким-то очень органичным путем для нас самих, для всех, потому что мы как-то себе дали внутреннее такое слово, что мы занимаемся тем, что нам нравится. И отбираем в связи с тем, что у нас есть какой-то такой внутренний совет и внутреннее какое-то ухо. И как вот мы идем в органичном сейчас пути, вот этот вот путь, возможно, не знает никто. Нет ни одного учебника, нет ни одного какой-то, ну, как сказать, рецепта, как жить вот в такой ситуации. Мы, по-моему, сейчас создаем театр мечты, какой-то утопический театр. И по организации, и по тому, что там происходит. А так обычно все думают... Я вчера разговаривал с представителем прессы, и она мне все время спрашивала о коммерции, как вы это все продаете, там, и прочее, прочее. Мы читали, что вы делаете такой фри-пэй, как называется. При-прайс, да. При-прайс, когда люди платят столько, сколько хотят, причем не до спектакля, а после. После, да. Какая самая большая сумма была? Сильно важно? Не скажу, не скажу, не скажу, не скажу, потому что она действительно очень меняется. И публика бывает разная, и разные люди приходят. И, допустим, с одной публикой не очень хорошо спрашивать большую сумму. А иногда бывает, что кто-то оставляет довольно приличную копеечку. Вот, копеечку, конечно. Но все деньги идут на развитие театра, не на зарплату актера. Нет. В таком случае понимаешь, что действительно все зависит от тебя. И вот, ну, я думаю, что со мной согласятся, что вот когда ребята согласятся со мной, что когда ты понимаешь, что вот сколько ты вкладываешь, столько... Ну, я проэнергетический сейчас обмен, конечно. Здесь, ну, не знаю, мы даже это вот не обсуждаем как-то в коридорах мастерской, что вот такого вообще ни разу не было. И когда мы собирались это все создавать, и когда это уже было в процессе, вообще нет такого разговора о том, чтобы что-то забирать оттуда себе в карман. Пока такого нет. Все хочется сделать там, сделать помещение для нас, купить туда какие-то, ну, для удобства и для комфорта предметы. То есть и для сцены. Все в дом, все в дом. Нам очень много помогли. Ну, видите, как у нас есть очень много предметов, которые мы не покупали, и мы искали, нам дарили. И это большой, большой какой-то... Ну, я благодарен этим людям за то, что у нас есть и стулья, и свет, и какие-то скидки, где, возможно, нам делали. Ну, просто прям... Все потому, что в хорошее дело не жалко вложиться. Алексей Михайлович, а вот такие мысли, когда ничего не жалко, все в общее, оно с возрастом не проходит? Вам тоже... О каком возрасте вы говорите сейчас? Вам тоже... Ну, у вас опыт же больше, это неоспоримо. И вам тоже не жалко вкладываться вот просто так? Ну, нет, мне кажется, нормально совсем. И это никогда не закончится? Ну, слушайте, ну, дай-то бог, Господи. Когда у ребят возникает хороший спектакль, проходит, я просто, ну, как бы в ощущение чуда какого-то пребываю. Вот вчера, допустим, утром мы провели детскую такую историю, когда дети играли, и дети сами сделали... Ну, мы там показали, как можно делать. Режиссер Анна Зиновьева сделал такой проект для детей, театр в кармане. И ребята сделали там четыре спектакля. И я понял, как круто вообще, как много интересного и творческого находится вообще и в людях, и в нас, и во всех. Ну, вот с этим ощущением какого-то, ну, чуда, вот мы, наверное, так вот... И я вот лично и существую. Может быть, за этим я и хожу тоже вот вообще, и в мастерскую, и в глобус, да и вообще во все театры. С этим ощущением, ожиданием этого чуда. А у нас оно иногда происходит, и это очень здорово. Мне кажется, еще был такой момент вот про ожидание. Добавлю, что было, когда принято решение продолжать и что-то строить совместное, общее, то у всех такой был всплеск энтузиазма, и он продолжается. Вот мы вошли в поток, и было больше желания что-то делать немедленно сейчас, прямо сейчас, а не раздумывать какие-то ожидания, строить какие-то бизнес-планы. Нет, а прямо хотелось просто делать, 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 и хочется. И то есть мы живем, ну скажем так, здесь, сейчас, да, и строим, конечно, планы, мы составляем репертуар, но иногда вот предложения какие-то возникают вот внезапно, да. Предложили, все одобрили и делаем, да. Да, и почему, если кто-то не согласен, мы не делаем. Новосибирск. 106,2 FM.